Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы начинаем с вами исследование первого послания Святаго Апостола Павла к Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру И сегодня рассмотрим с вами первую главу. Павел, волею Божией, призванный апостол Иисуса Христа и сосфен брат, Церкви Божией, находящимся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа на всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Такими словами начинает апостол Павел в приветствиях Коринфской Церкви. И прежде чем приступить непосредственно к тексту, надо несколько слов сказать о самом послании и времени его написания. Время написания примерно 54-57 год. Апостол Павел пишет это послание из города Ефеса. После того, как апостол Павел в Коринфе, город весьма стратегический для распространения вести и миссионерского служения о Христе Спасителе, как Спаситель сказал перед своим вознесением и дал повеление ученикам, проповедуйте даже до края земли деяния апостолов. Почему так? Потому что Коринф — это такой перешейк между Игейским и Ионическим морями в 6,5 километров. Известно, что этот город был очень богатый, большой миграцией. И в этом городе примечательно, что был изобретен прообраз первой железной дороги. До сих пор остались следы в этом городе, вот этой железной дороге. Для чего она была сделана там? Чтобы корабли, представьте себе, между двумя морями подходят с одного края, и там другие корабли с другого края, ждут товар, пока подают тут еще. Прежде оплывать не надо, множество островов. А здесь был такой город большой миграции и обмена товаром. Этот город был очень богатый. Но не богатство привлекало апостола Павла к этому городу, а то, что отсюда уходили корабли во все концы земли. И поэтому там создана им община, первая христианская община. Она, конечно, вместе с апостолом Павел занималась миссионерским служением и проповеди Евангелия. И, естественно, например, люди приехали, ждут месяц-два, то и более, живя в этом городе Коринфи. Они становились христианами, проходили там огласительные поучения, их крестили. И, конечно, уезжая, они разносили весть по всему миру о Христе распятом и воскресшем. Поэтому для апостола Павла очень важная была такая точка стратегическая, как уже сказал, для совершения дела спасения. И после его отшествия из города, как мы увидим в послании, там в общине жил он вместе с созданной им общиной в Коринфе более чем полтора года, как свидетельствуют многие исторические источники. И после отшествия там начались некоторые нестроения, которые мы увидим, чуть ли до раскола не дошло внутри общины. И увидим, что и разврат был. Ну, естественно, где богатые люди, там всегда есть эти сложности. И когда апостол Павел пишет это послание, то он обращает внимание именно на все эти факты. Также еще известен был город Коринф тем, что там проводились Олимпийские игры. Город, как я уже сказал, только Афина ему там, может быть, уступали по материальному состоянию, проводились разные состязания, не только гимнастические, но и конные, и поэтические, и даже музыкальные. То есть город был такой город соперников. Все строилось именно на этой такой, как бы сегодня сказали, психологии соперничества. И действительно, как мы знаем, все Олимпийские игры в древности, это было не что иное, как религиозные мистерии, идолопоклоннические, где приносились жертвы богам, Зевству, там, Аполлону. Все это было связано именно с такой мистикой еленской культуры. И впоследствии все это проникало и в Европу, когда Европа упраздняла, скажем так, христианство своим рационализмом и реформаторством в средние века, то вот этот мистицизм ложный вместе с оккультизмом и вместе тут же Олимпийские игры, и все это в таким общим скопом началось проникновение античной культуры Греции. Насколько известно, что когда Греция стала христианской, то Феодосием I, императором в IV веке, были отменены все эти игры олимпийские, как душевредные и не спасительные, потому что, в общем-то, они противоречили христианскому духу, и, естественно, где дух соперничества, ну какое там христианство, если человек хочет возвыситься один над другим. Когда говорю подобные вещи, то иногда люди спрашивают, вы что, совсем против спорта? Нет, я не против физкультуры, она нужна. И даже в педагогии свидетель Климент Александрийский пишет об этом, что хорошо развитие тела, но одно дело упражнения для здоровья, зарядка, а другое дело дух соперничества и духа, где там на стадионе. Один раз, правда, было лет 20 назад, мои друзья-одноклассники пригласили, сказали, пойдемте, сходим там в футбол. Ну и что я там услышал? Сплошное сквернословие. Порви его, уничтожь, убей этого судью. Ну, в общем-то, если мы посмотрим, что творилось, там говорить о футболе, если кому-то интересно, вы можете почитать мою статью, она есть на страницах интернета, она так и называется. «Полезные ли спортивные соревнования в жизни православного христианина?» Именно соревнования. Речь идет не о здоровье, да, о физическом там упражнениях, а именно о духе соперничества. Поэтому Феодосий I отменил все эти, все эти олимпийские игры, которые проходили тогда в Коринфе. Но когда, это было в IV веке, но когда был апостол Павел, в общем-то, Каримская церковь со всем этим там столкнулась. Множество есть у отцов церкви различных высказываний по поводу спортивных состязаний и духа соперничества. И у святителя Анзлатоуста есть эти цитаты, который говорит о том, что как ты после этих зрелищ... Или вот он пишет, например, цитата. «Если кто после этого увещевания, то есть не ходить на ресталище, наставление пойдет на неистовое и гибельное зрелище, того я не пущу внутрь этой ограды», он имеет в виду в церковь, «не сделаю причастникам таинств, не позволю ему прикоснуться к священной трапезе, но как пастыри отделяют шелудивых овец от здоровых, чтобы болезнь не распространилась и прочих, так точно поступлю и я». Вот такое строгое предупреждение. Конец цитаты святителя Анзлатоуста. Нечто подобное есть у многих отцов, у святителя Киприана Карфагенского. Он также пишет об этом, о неполезности. Он говорит, лучше заниматься, упражнять ум свой, да, в евангельском чтении, в добродетелях, в молитве. А они, вот он как пишет, «но я это сказал, пишет священномученик Киприан Карфагенский, что подобным людям гораздо лучше вовсе не знать Писание, чем понимая его таким образом». Он пишет, что некоторые искажают текст Священного Писания и говорят, что это полезно. Потому что выражения и примеры, которые представлены для поощрения к ивански добродетели, обращаются им как к защите пороков. То есть здесь он пишет такую апологию в пользу того, что некоторые берут, вырывают из контекста какие-то тексты и говорят, ну вот. Апостол Павел пишет, «все мне можно, но не все полезно, ничто не должно обладать мною». А когда дух соперничества и страсти обладает человеком, и он тренирует свое тело ради удовлетворения этой страсти соперничества, но тут, извините, вопросов много, на самом деле, остаются открытыми. Итак, вот в таком городе апостол Павел создает общину, в таком городе существует Коринфская церковь, непростая по своему устроению эта община, как мы увидим из дальнейшего исследования этого послания. Надо сказать, что апостол Павел, как о нем пишет свидетель Анзлатоуст, цитата, что «и сам он много, Павел, пострадал в этом городе, здесь ему явился Христос». Да, говоря, что об этом говорится в книге «Деяния апостолов», 18 глава, 9-10 стих, сказано, «не умолкай, но говори, потому что у меня много людей в этом городе». Это было, когда апостол Павел как раз был в этом путешествии, «Деяния апостолов», 18-9-10. И далее свидетель Иоанн Златоуст продолжает. «Здесь при консуле Галеоне Павел был побит перед судилищем, и так дьявол, видя, что великий и многолюдный город принял истину, узрев, что его жители с великой готовностью принимают слово Божие, это делает. Что делает? Он разделяет их, поскольку знал, что даже самое сильное царство, разделившее в самом себе, не устоит». То есть мы увидим это. Все это так. Все это на самом деле так, как замечает свидетель Иоанн Златоуст. Итак, далее апостол продолжает. Да, он здесь со своим братом, призванный апостол, как он говорит, напоминает об этом, что он один из апостолов, призванный самим Богом. Кто такой был Сосфен, о котором здесь упоминается? Сосфен брат. Феодорит Кирский, например, пишет по этому поводу. Я полагаю, что он был коринфианин. О нем упоминается и в книге «Деяниях». И блаженный Лука сообщает нам, что Елены, схватив его, при Галеоне жестоко били. Действительно, и в Евангелии от Луки, конец цитаты, мы встречаем имя Сосфена. Далее апостол продолжает свое послание, и в третьем стихе вращается к коринфской церкви, и желает им следующее. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Видим, что апостол Павел пишет, что молится за коринфскую общину и благодарит Бога за них. За что? За то, что они обогатились в Боге. Богатство — это действительно тема, которая не только тема сегодняшнего дня, тема во все века. Действительно, во что же должен богатеть человек-христианин, православный, к этому призывает в Евангелии от Луки сам Господь Иисус Христос. Очень краткие слова и емкое наставление. Они говорят, они звучат так. «В Бога богатейте». Поэтому апостол Павел здесь радуется, что они обогатились Словом Божиим, потому что в нем, то есть во Христе, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Амрусим Диаланский пишет, об этом твердость Христова, цитата, «Свидетельство Христово утвердилось в них, поскольку они окрепли в своей вере, не на людское надеялись, но вся вера их была во Христа, поскольку не поддались соблазнам и обольщениям». Конец статы. Как важно, какие важные слова, не поддастся в этом мире обману и обольщению, не превратить благовестие Христово в зарабатывание денег. К сожалению, такие истории сегодня есть. И, наверное, не только сегодня. Они есть в самой первой общине, которую собрал сам Христос. Был один у них такой, который хотел зарабатывать на благостие Божьем. И отпал. И известна его кончина. Пошел в веревку. Взял веревку, пошел и удавился. Поэтому так и пишет Амросий Медиаланский, не на людское надеясь, но вся вера их была во Христа, поскольку не поддались соблазнам. Проклят всяк, как сказано, надеющийся на человека. Не будем надеяться и цепляться за богатство этого мира, за его соблазны. Будем стараться исповедовать Христа не только словом, но стараться и своей жизнью. И когда, если будут какие-то искушения, и кто-то из наших ближних, самых родных, которых мы даже и не думали, отнимет или захочет отнять у нас какую-то часть или богатство, или долю, которую мы считаем, что оно по праву принадлежит, по наследству нам, не будем этому удивляться. Если особенно. И такие искушения особенно встречаются, когда человек становится на дело Божие. Какое бы оно, на первый взгляд, для него самого не казалось маленьким, вроде и несущественным, а уже, скажем, получает такие серьезные искушения. Но не будем этому удивляться. Бог нас так спасает. Он знает, что нам нужно, а что нет. Возблагодарим его, как Иов многострадальный. Помните? Бог дал и Бог взял. Не будем ни о чем сожалеть, что отнимаются у нас в этой жизни. Бог заботится о нас. Если мы верующие люди, мы в это свято верим. «Верен Бог», — продолжает апостол, и говорит здесь далее, «так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Здесь напоминает о суде Божьем и о том, что все это временное, оно исчезнет. Так стоит ли, как бы говорит апостол Павел, за него держаться? «Верен Бог», — пишет он в 9 стихе, «которым вы призваны в общении с Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». То есть этими словами здесь апостол Павел утверждает, что в Боге нет никакой неверности. Поэтому, когда мы с вами говорим, что вот у меня в жизни есть, например, верный друг или верный муж, или верная жена, ничего не хочу сказать, но хочу предупредить, что человек изменчив. Иногда даже так бывает, что мы не ожидаем от человека, который рядом с нами, какого-нибудь такого вот подвоха, но искушаемый, также подвергающийся разным соблазнам, человек, в отличие от Бога, может поменять свое решение или сказать примерно так, «Я передумал». А вот Бог передумать не может, если Он нам обещает что-то. Если Он что-то и передумывает, это только, как мы думаем по-своему, по-человеческому, что Он вроде передумал, говорил так и получилось по-другому, это только наше человеческое представление о Боге. Но на самом деле Бог верен человеку и верен Ему до конца. И мы знаем, если хотите, это сама жизнь Христа. То есть то, что Бог верен до конца, мы видим это на кресте, на котором распят сам Христос. Он верен человеку до конца, до смерти. И нас призывает, будь верным даже до смерти, и получишь венец жизни. Итак, проблема не в Боге, проблема в человеке. Святитель Азатауст пишет по этому поводу, цитата, «О, сколько Он сказал этим, этими словами, которые мы с вами прочитали выше, верен Бог, какое величие дара показал, вы призваны в общение с единородным и прилипляетесь к людям», задает вопрос святитель. «Поэтому пусть никто не обвиняет Бога, не от призывающего происходит неверие, а от уклоняющихся». Конец цитаты. Видите, говорит, «Вы призваны Богом, а надеетесь на людей». Проклятся, как надеющийся на человека. Неужели мы в храме не слышим каждый раз на каждой литургии это песнопение? «Не надеетесь на князь, на князь человеческой, нижней спасения. Изыть дух его, возвратиться в землю свою, в тот день исчезло все помышление его». А мы думали, «О, вот, этот спонсор, конечно, нам поможет». Оп, а спонсор говорит, «Извините, кризис». И все. А Бог, если что-то обещает, никогда не подведет. Поэтому надо больше на Бога надеяться, нежели на человека. И в этом смысле святитель Ансатаус так и говорит. «Видите, поэтому пусть никто не обвиняет Бога, что, ой, а что это произошло? А на кого ты надеялся? На человека? А что ж ты тогда от Бога спрашиваешь? Если бы ты на Бога надеялся, тогда бы спросил. «Ибо от домашних хлоиных», как он дальше продолжает, «Да, вам валяю вас, братья», сначала в 10 стихе, именем Господа нашего Иисуса Христа, «Чтобы вы говорили одно, не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одных мыслях». Очень важные слова. Разделение — это то, что приводит многих людей к соблазну. Расколы, ереси, которых неоднократно пишет апостол Павел. А вокруг чего же нужно быть едиными? Вокруг исповедания веры, которые содержатся в Никео-Цареградском земле веры, в определении святых соборов вселенских. Святой собор, снова и снова повторяю, и буду утверждать это, что святой собор — это голос Святого Духа. Всякий, искажающий какую-либо из доктрин, из какой-либо из правил и определений собора, это никто иной, как противничеству Духу Святому. Это хулитель, по сути, Духа Святого, который говорит, да нет, все, каноны не работают, извините. Может быть, у человека голова, по-моему, не работает, когда он такое заявляет. Это ненормально. У Духа Святого не работает. Дух Святой перестал работать, когда человек говорит, что канон не работает. Это что это? «Ибо от домашних хлояных сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Видите, что у них там произошло? Они начали гоняться за духовниками. «Мой духовник — это батюшка, а мой духовник — это батюшка». Как сегодня. Начинают люди говорить какие-то странные вещи, причем сами люди, которые принадлежат, скажем, к тому или иному миссионерскому обществу, они об этом не говорят, что они вот такие. Они говорят, мы Христа проповедуем, причем распятого. А им навешивают вот эти ярлыки, у нас сегодня какая-то другая. Одни говорят, это смирновцы, отца Дмитрия Смирнова памяти, Царствия Небесная. Ну какие они смирновцы? Ну люби они батюшку, ну почему они смирновцы? Эти Сысоевцы, да, там убили отца Днила Сысоева, Царствия Небесная. Почему они Сысоевцы, если им разговаривали, не считают такими? Они говорят, ну Христа проповедуем, причем распятого. Или там Стеняевцы. Да, слава богу, про сладковцев не слышал. Поэтому это безумие, на самом деле, говорит, что вы приверженцы того или иного проповедника, или того или иного миссионера. Все мы дети Божьи. Мы проповедуем Христа, причем распятого. Не должно быть вражды и ссоры, распри. Все мы делаем одно и то же дело. Но, по-моему, враждуют не те люди, которые делают. Те, которые делают, им некогда враждовать. Они заняты делом. А вот те бездельники, которые сидят, сами, как говорит, сельф, ресеи, книжники на седалище Моисеевым, сами перстом хотят, не хотят пошевелить, и другим не дают. И вот эти вот впускают все эти вбросы в интернет и везде, в другие СМИ. Дабы, мне кажется, чтобы разделить нас всех, кто к какому бы обществу миссионерскому не принадлежал. Не будем, братья и сестры, поддаваться этим глупым соблазнам. Будем молиться друг за друга и крепить веру свою. Так и пишет. Дабы не сказал, кто. Я крестился во имя Мое. Крестил я, также пишет апостол, также Стефанов дом, а крестил еще кого не знаю. То есть апостол сразу говорит, что если я кого-то и крестил, то в этом нет никакого преимущества, того, что я крестил. Я крестил не в себя, а во имя Иисуса Христа. Поэтому он здесь начинает утверждать эту мысль о грехе разделения. Ибо Христос послал меня, как он пишет, не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Смотрите, как пишет. Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Почему пишет так? Разве Христос не сказал, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, Святого Духа? Сказал. Но сначала, заметьте, в словах Христа сказано, идите сначала научите, а потом крестите. Сначала научите, а потом крестите. И в этом смысле вот у того же Амра Смедиаланска есть такие слова о высшем служении. Он пишет, будучи в состоянии выполнять более сложные обязанности, Павел не посягал на обязанности более простые. Это как если бы сегодня епископ или даже священник стал выполнять работу диакона. Коринфины начали делиться по именам различных еретиков, чтобы выглядело все так, будто вместо Христа почитаются человеки. Да. И есть еще одно интереснейшее высказывание, где... Это же самое. Будучи в состоянии более сложной обязанности. То есть апостол, свидетель здесь Амроси подчеркивает, что более сложная обязанность на самом деле это не просто крестить, а благовествовать. Смотрите, апостол так здесь и сам подтверждает эту мысль. Ибо Христос послал меня не крестить, видите, не крестить, а что делать? А благовествовать. Не в премудрости Божьей, как он говорит, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих и уродства, а для нас спасаемых сила Божия. Здесь, кажется, очень важно, здесь выражена опять мысль апостолом Павлом для нашего сегодняшнего времени. Когда у нас люди приходят, и, к сожалению, до сих пор есть еще, когда к оглашению в храмах, то есть к наставлению начаткам веры относятся прохладно, ставят людей, таких, которые, в общем-то, к этому особо еще и не способны. А просто потом люди приходят опять за ящик, там оплачивают требу и их крестят. Слушайте, ну уже надо остановиться, уже, ну ладно, там в советское время, когда запрещал Слово Божие, проповедь Слово Божие, но сейчас это допускать нельзя, это же преступление. Апостол Павел об этом пишет, что из-за этого происходит разделение, потому что, возможно, там кто-то тогда, не получил полного оглашения по своей какой-то праздности, ушел на торжеще в городе Каринфе. И поэтому начались эти разделения. Недостаточный человек оглашен в понимании того, что он призван к единству во Христе Иисусе, к единству в теле, совершать дело своего спасения, в том числе и в главном самом, это в благоествовании Христа. Поэтому надо остановиться уже, вот эти вещи допускать нельзя сегодня, для того, чтобы не рассказать человеку, в кого он крестится. В том не надо удивляться, что у нас люди сегодня в сектах оказываются. Говорил неоднократно, что занимаюсь тем, что веду непосредственный прием людей, отпавших от православия. Комиссия есть в Москве. Каждый вторник веду этот прием. И вот люди пишут, они получают определенные задания, проходят реабилитацию, они пишут, что если бы мы только знали о красоте православного учения, которое они осваивают в период реабилитации, мы бы никогда не пошли ни в какие секты. Поэтому не будем плодить сами же отпавших от православия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, а разум разумных отвергну. Здесь апостол Павел возвышает мудрость Божия. Он говорит, что для людей внешних проповедь о кресте это юродство. Почему? Да потому что весь Коринф был пропитан каким духом? Духом олимпизма, духом соперничества. И для них сказать о том, что Бог, он на кресте распят, они бы сказать, ты чего? Как это сегодня? С горы упал? Или откуда? С дерева с какого? Как так? Бог распятый? Так он должен быть первый на горе Олимп сверкать мечом. Да. Столько побед, столько медалей у него на груди. А это какой-то Бог. Что это за Бог? Но апостол Павел здесь подчеркивает. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Действительно. Мудрость мира сего это безумие. Зачем мы стараемся сегодня впускать повадки этого мира, его идеологию, его взгляды, нравы? Нам-то зачем это? Вы соль земли, говорит Спаситель. Если соль потеряет свою силу, то чем сделаешь ее соленой? Зачем мы обессоливаемся? Это бессовестно, по крайней мере, будет. Где мудрость? Ибо когда мир свою мудростью не познал Бога, в премудрости Божьей, твой угодно было Богу юродством проповеди спасти верующих? Не может человек в естественном состоянии никогда не от нас не примут того, какие бы реверансы мы перед этим миром не делали, да не примут они нас. Для них это безумие. А почему? А у них нет покаяния. А что значит нет покаяния? Нет обращения к Богу. И они этого не хотят. Вот я не знаю как не люблю говорить о методах там других людей и тем более о методах там сектантов, что они как делают. Но вот в иудаизме одна черта мне нравится. Когда человек придет принимать иудаизм, его отговаривают. Ему говорят, зачем тебе это надо? Чего-чего? Да перестань, живи ты как живешь. Все в порядке, что у тебя плохо? Работа есть? Есть. Деньги есть? Есть. Ну и молодец. Живи дальше. Нет, я хочу принять иудаизм. Да перестань, не надо, зачем тебе иудаизм? Мне кажется, иногда нам надо людей отговаривать. Даже, когда они приходят, а мы как-то, мы из церкви хотим сделать какой-то цирк. Рекламная пауза все время. Давайте всех зазывать, вот мы какие открытые ко всем и ко всему. Да. К любым инициативам мира сего. Одно дело проповедовать им и приводить в церковь, а другое дело соглашаться с ними и говорить, вы молодцы, продолжайте дальше сигать и прыгать. Да, кто выше сигнет на два сантиметра и длиннее прыгнет. Они опять в миллиарды ушли. Ради чего? Страну потом, ну посмотрите, что происходит. Страна там, Греция после Олимпиады обанкротилась, еще там обанкротилась. Откуда этот дух Олимпиады? Снова повторю. Он, когда в Европе начал возрождаться оккультизм, да, когда было упразднено христианство периодом реформации, повторю то, с чего я начал. Именно туда проник дух этого соперничества. Они стали возрождать все старые языческие, ну человек, да, святое место пусто не бывает, а святое место человеческая душа. Поэтому человек не может жить без веры. Он начинает подменять свою веру. Ну, коль христианство упраздняется рационализмом протестантским, значит, что надо? Ну, надо выискивать античные языческие религии. Так и сегодня. Там говорят, ой, что есть столько оккультизма, потому что христианство отодвигается в сторону, а человеческая душа не может быть просто так вот в подвешенном состоянии. Вот откуда это все? Мы можем соглашаться с этим? Не знаю, задайте себе вопрос сами. С оккультизмом век всего. Поэтому так и говорит, ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для елены в безумии. Вот так. Что тут можно еще комментировать? Для самих же призванных иудеев и еленов, то есть, он говорит, те, которые обратились к Христу, Христа Божию, силу Божию и премудрость. Для тех же людей, кто отложил свое язычество, отложил свой прежний образ жизни, для них это премудрость Божия. Потому что немудрое Божие премудрее человеков и немощное Божие сильнее человеков. Действительно. Бог и я, это уже большинство, причем подавляющее. Попробуйте, давайте. Кто на меня, если человек с Богом? Да никто не может одарить такого человека. Потому что даже если им казалось, как и дьяволу казалось, что он одолел Христа, и Христос был распят на кресте, а в результате он обманулся. Что произошло? А то, что Христос умертвил смерть и воскрес, и победил. Что победил? Трофей дьявола. Ведь дьявол же победил тогда, в начале человеческой истории. И вот этот трофей, он думал, вот смерть его, трофей его, это смерть. Но Христос эту смерть победил и отнял этот дьявольский трофей. Чем? Воскресеньем из мертвых. Вот так. Поэтому и говорит, потому что немудрое Божие премудрее человеков и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванный? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое век, немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, уничтоженное и ничто незначащее, избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Вот так. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Чем нам хвалиться? Все наше праведность как запачканная одежда. От него и вы, пишет апостол, от него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудрости от Бога, праведности, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. И тут сразу вспоминаются слова, слова из книги «Царств», где сказано о том, первое царство, 2.20, по-моему, где сказано так, где Господь говорит, прославляющих меня прославлю я. А если Бог захочет нас прославить, кто может этому воспрепятствовать? Вы видите, как, братья и сестры, все совсем наоборот. премудрость века сего упраздняет крест Христов, потому что человек пытается своими знаниями, своей эрудицией достичь каких-то знаний, но ради чего? Если только своими полагаясь на себя, а ради того, чтобы возобладать над другими людьми. Христианство говорит прямо противоположнее. Прямо противоположное. И это прямо противоположное выражено в словах Спасителя. Кто хочет быть первым, будь последним. И кто хочет из вас властвовать над другими, сделайся слугой. Их Спаситель говорит, я пришел не то, чтобы мне служили, а чтобы послужить. Вот он закон правды. Вот он закон креста. Вот он закон креста, с которого не стоит сходить. Почему? Сходить на соблазны века сего. Потому что с креста, как говорил святитель Тихон, патриарх московский, с креста не сходят, с него снимают. И вот когда снимут, тогда только совершится дело нашего спасения. Будем свято держаться единства церкви. И не соблазняться на всякие приманки и красивые упаковки мишуры века сего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok